Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас снова на своем канале. Благодарю, что приходите, благодарю, что комментируете, оставляете свои лайки, дизлайки. Очень рада, что мы с вами взаимодействуем. Сегодня будем делать расклад на тему ваш прошлый жизненный опыт. Что он вам дает и на что влияет. Мы не будем рассматривать весь опыт, ясное дело, это огромный багаж. Скорее всего, наверное, самый яркий, тот, который оставил действительно след в вашей жизни. Ну, мы посмотрим. То есть я попробую сделать сигнификацию, понять о каком опыте пойдет речь. И, исходя из этого, вы сможете сделать свои выводы. Итак, позиции, видите, перед собой. Тайм-коды есть в описании. Ссылка на мои услуги тоже есть в описании. И все необходимые контакты также. А мы с вами приступаем. Да, позиция номер один. Голубенький камешек, единички. Сначала посмотрим, о каком жизненном опыте пойдет речь. Семерка жезла. Какой-то опыт, связанный либо с эмоциями, большими, яркими эмоциями, либо с тем, что нужно отстаивать какую-то позицию, какие-то эмоции. Может быть, это опыт, связанный с семьей. Это может быть как в прямом смысле. То есть приходится отстаивать что-то перед семьей. Свои какие-то собственные, может быть, границы, понятия, убеждения перед. То есть вы с одной стороны, на другом берегу ваша семья. С другой стороны, наоборот, вы и семья на одном берегу, а противники ваши, так скажем, на другом берегу. Еще вариант такого соединения может быть, что вы закрываетесь от семьи. Либо закрываетесь в контексте несогласия с какими-то моментами, может быть, воспитания в семье. В общем, с чем-то вы не согласны. Идет такое противоборство между вами и семьей. Может быть, также, когда вы закрываетесь от построения семьи. То есть, возможно, кто-то для себя говорит о том, что я не хочу. То есть мой выбор быть независимой, и у меня нет желания иметь семью. Такой момент тоже может быть. Либо я не готова. То есть здесь какой-то такой период, когда, может быть, это было в юности, и тогда вы были не готовы. А вам, например, родители говорили, ну, когда ты там выйдешь замуж, либо женишься, когда будет семья, когда будут дети. И хочется сказать, здесь такое ощущение, что, знаете, вот как-то назло, да, я не буду делать не потому, что я не хочу семьи, а вот назло, просто потому, что вы спрашиваете, просто потому, что вы как-то вот давите на эту точку самую такую, может быть, болезненную. То есть здесь вопрос, связанный с семьей, с эмоциями, с пониманием успеха. Тоже такое может быть. То есть суть заключается в том, что вы либо закрываетесь от этого, либо, наоборот, отстаиваете то, что скрыто у нас в десятке кубков. Давайте ее уточним. Нет, здесь, скорее всего, как-то, знаете, ту ли ответственность какая-то большая за семью, и вы уже устали от этого и закрываетесь. Здесь либо, наоборот, устали от чрезмерной эмоциональности, да, и закрываетесь. То есть хотите жить как-то по-другому. То есть здесь опыт, либо связанный с эмоциями, я устала от эмоциональных качелей, от того, что я вот близко к сердцу все принимаю. То есть какое-то вот перенапряжение идет. Либо это действительно достала вас семья, да. По каким причинам, разные причины могут быть. Потому что здесь, либо, наоборот, если это не в негативном ключе, а, может быть, какой-то момент, когда вы вынуждены были расстаться с семьей. Да, может быть, поехать в другой город поступать на обучение, да, может быть, на заработки. То есть здесь ощущение некого такого расстояния, да, когда я ухожу из семьи. Может быть, момент, когда вам, наоборот, сказали, что все, ты уже вырос, и пора уже создавать свою семью, либо жить уже самостоятельно. И вы вынуждены были уйти. То есть такие моменты. Вариантов может быть куча. Но я надеюсь, вы поняли суть, да, того, что приходится отстаивать свою точку зрения, либо свои какие-то границы, связанные с семьей, так или иначе. Так, этот опыт, да, что он вам дает? Что вам дает этот опыт? А некую такую мотивацию для движения, то есть неважно, с чем это связано, если, допустим, это какой-то негативный аспект, да, вас не понимают, это вас замотивировало на то, чтобы пойти в какое-то самостоятельное плавание, да, быть независимой, найти, может быть, новое жилье, работу, смысл какой-то в жизни. То есть идти уже самостоятельно, индивидуально по жизни. Для кого-то это может быть желание переехать, либо наоборот, желание приехать. То есть здесь движение прямое, либо в переносном смысле. Но здесь идет поставление цели и ее достижения. Что он еще вам дает? На самом деле, вот мне кажется, что здесь опыт, он может быть не совсем приятный, такой, я не чувствую, чтобы он был болезненный, прям, знаете, с обидами, либо какими-то роковыми расставаниями, либо еще что-то, нет. Он просто выбивает вас из привычного образа жизни. И с другой стороны, вот это вот выбивание вас из обычного режима, да, к тому, как вы привыкли, он способствует вашему дальнейшему движению по жизни. Для того, чтобы вы научились, возможно, ставить какие-то цели для себя и достигать их. Ну, то есть, либо научились слушать свой внутренний голос и идти по зову своего сердца. То есть здесь нужно двигаться, здесь нужно двигаться. Причем эта дорога, так хочется сказать, да, длиной во всю жизнь. Это не какая-то одна конкретная цель, а это, скорее всего, идея какая-то общая, за которой вы идете. Что еще вам дает данный опыт? Перемены. Смотрите, великие арканы, да, то есть это действительно какие-то серьезные уроки вы проходите через это. Такое ощущение, что вот как-то эта ситуация запустила череду, какую-то цепочку, да, из разных звеньев, которые формируют вас как личность. Этот опыт обогащает вас по колесу фортуны. Он может быть сменяющийся. То есть здесь может быть как и падение, так и взлеты. Здесь нету чего-то такого стабильного. Но однозначно это выталкивает вас из какого-то колеса повторных сценариев в вашей жизни. Что он еще вам дает? Его задача привести вас к гармонии личной, чтобы вы внутри ощутили удовлетворение от себя самого в первую очередь. От человека, который научился слышать себя и договорился сам с собой. Так, на что влияет этот опыт? Да, что он дает, мы посмотрели, на что он влияет? Он как будто бы дает вам какие-то шансы, возможности на новое начинание. Но вы здесь как будто бы эти моменты как-то осторожничаете, что ли. У меня ощущение того, что вы не всегда ее берете, не всегда пользуетесь, потому что здесь есть какое-то недоверие. И иногда вам кажется, что это какой-то вот обман, что это не шанс. Вы здесь как будто бы теряете очень много шансов, только лишь потому, что вы не доверяете. Здесь шансы, они позитивные. И вот, наверное, вы привыкли постоянно к каким-то трудностям, сложностям, негативным моментам, где надо что-то преодолевать, что-то делать такое, что когда вам попадается в руки какое-то нормальное предложение, хочется сказать, позитивное, вы думаете, это слишком хорошо для того, чтобы это была правда. Да, и отказываетесь просто потому, что не верите. Здесь вот как будто бы шансы теряются. На что еще влияет ваш опыт? Ну, на становление вас. То есть здесь все сделано таким образом, чтобы вы ощутили себя целостной. Те пазлы, которые вам не доставали в вашей жизни в виде каких-то, я не знаю, качеств. Чтобы вы их сами в себе выработали. Плюс еще здесь какие-то вот, не знаю, возвращение каких-то частичек души. Может быть, кто-то какие-то практики проводит, да, где идет по возврату частей души. Какие-то шаманские такие практики. Либо собирание себя, собирание на что влияет, да, влияет на то, что рушится все то, что иллюзорное, все то, что ненастоящее. Каким образом? Через позитив. Через позитив, через построение того, что вы хотите, через развитие, через умение ждать своих каких-то целей, желаний. Что здесь рушится? Ваша обыденность, да? То есть здесь у нас подала четверка кубков. Она как раз таки говорит о том, что так как вы привыкли жить, да, ваш опыт, он постоянно, здесь нету комфорта, понимаете. Да, вы стремитесь, но это комфорт, он, это гармония, она должна быть внутри вас. Не вокруг вас, а внутри вас. Здесь не дают вам покоя, хочется сказать, да, постоянно как-то выталкивают вас из привычного режима. То есть вам не дают так, чтобы ваша жизнь, она была какой-то вот конвейер, да, однообразный. Все время хочется, чтобы... Ну, как-то рушится. Только вы привыкаете к чему-то, да, а здесь перемена. Только вы привыкаете к чему-то, а здесь перемена. Для чего? Для чего он дается? Для того, чтобы вы были наполнены все время. Для того, чтобы, знаете, перемены стали образом жизни, вашей жизни, чтобы вы сами их хотели. Не то, что сверху там божественная какая-то рука наслала на вас перемены, а чтобы это стал для вас образ жизни, чтобы вы не то, чтобы не привыкали. Дело в том, что когда вы к чему-то привыкаете, вы останавливаетесь, а здесь вам нужно двигаться постоянно. И получается так, что здесь идет бесконечное разрушение для того, чтобы вы заново собирали, собирали, собирали. То есть только у вас появится чувство, что все, я как будто бы научилась, да, собирать эти кубики для того, чтобы получился домик, подул ветерок, и кубики опять распались, и вам заново нужно. Но здесь еще прокачивается ваше терпение. Да, это, скорее всего, ваша сильная сторона. Либо вас обучают быть сильной, либо вы, это ваша сильная сторона. Видите, здесь разрушение, оно как раз-таки связано с тем, чтобы вы не зависали, чтобы вы постоянно двигались вперед. Здесь проблема-то в чем? В том, что остановка, она всегда нужна, да, то есть в мире есть две противоположные силы, и третья их уравновешивающая, да, то есть движение и наоборот остановка. То есть, скорее всего, движение вперед, движение назад, и некая такая сила, которая должна их сгармонизировать. Это вот пауза, да, то есть мы говорим вдох-выдох, и пауза между вдохом и выдохом всегда существует. Но вот вы как будто бы зависаете вот на этой паузе. То есть, если вас не толкать, если вас не пинать, вы зависаете. Вот в этом проблема. В принципе, вы двигаетесь. И здесь вопрос не в том, что вы двигаете медленно, либо надо быстрее. Нет, нет, вы просто зависаете, замираете. У меня такое ощущение, что, наверное, в молодости вы очень легко засыпали в любом положении. Знаете, вот как ролики показывают с детьми, да, ел и уснул прям за столом. Либо там, не знаю, катался на машинке, вот прям за рулем уснул ребенок. Вот какие-то такие моменты, да, вы зависаете. Зависаете в своих паузах. Поэтому опыт такой борьбы, так скажем, да, дается вам для того, чтобы внутри вас кипел адреналин, который заставлял бы вас, мотивировал бы вас двигаться все время вперед, ставить себе цели, достигать их, заново ставить и достигать. Почему? Здесь вопрос не в достижении цели, а в том, что это является для вас вот этой вот морковкой, которая, за которой идет и шаг. Да, потому что иначе вы как будто бы не двигаетесь. Может быть, по своей натуре вы не совсем подвижный человек. Вот такой у меня был первый, да, первый расклад, первая позиция. Так, секундочку отложу в сторонку, и мы с вами пойдем дальше. Итак, позиция номер два, красный камешек, двоечки. Какой здесь опыт жизненный, самый такой запоминающийся для вас яркий, будет отмечен? Восьмирка жезлов. Какой-то этап развития, может быть, познание себя, может быть, познание каких-то сакральных знаний. Ну, если на более бытовом уровне, да, то здесь опыт, связанный с тем, что некоторое время, не знаю, была какая-то ситуация, которая вроде бы развивалась-развивалась, а потом произошла какая-то пауза, связанная с неизвестностью, с непониманием. И она как будто бы выбила вас из колеи. Либо кто-то что-то узнал, какую-то здесь информацию, и это вот в косвенном, да, в переносном смысле вас как будто бы убило. То есть здесь какая-то информация, которая убивает человека. Причем изначально вы ее не знали. Здесь вот вам как будто бы не напрямую кто-то что-то сказал, а вы узнали как какой-то секрет, либо что-то подслушали где-то случайно. И эта ситуация причинила вам боль. И из-за этой ситуации вынуждены были поставить точку. Ну да, здесь показывается прошлый опыт. Из-за этой ситуации вы не могли двигаться дальше. Видите, здесь какой-то такой опыт стал для вас. Страх. Здесь появился страх. Страх какого-то движения вперед, да. То есть я бы сказала неуверенность на грани страха. То есть какие-нибудь сомнения, убеждения, которые говорят о том, что я не верю, у меня не получится, я уже много раз пробовала. Либо сколько можно наступать на одни и те же грабли. Вот какие-то ограничения. Здесь появились убеждения. Вот я сказала страхи. Вот она луна и выпала, да. Страхи, неуверенность. То есть здесь какая-то ситуация, которая вас... Десятку мечей ищу, почувствую. Да, какой-то вот обман. Обман здесь был. Обман, хитрость. Причем такое ощущение, что информацию, которую вы здесь получили, либо узнали, а она только как подстава какая-то была, да. То есть она может быть и не совсем настоящая, не совсем истинная. Знаете, такое ощущение, что вот кто-то разговаривает, и... А вы как будто бы случайно, не знаю, мимо проходили, например. И стали участником того, что... Ну, то есть услышали разговор, например, двух людей. И вам кажется, что вас люди не слышат. Вот. Но здесь люди как будто бы инсценировали такую сценку, где они будут что-то говорить, зная, что вы будете проходить и услышать эту информацию. То есть здесь вот какая-то подстава была. То есть вам показалось, что вы случайно услышали. На самом деле это было не случайно. Это было вот как будто сделано так. Как ложная какая-то информация. Но в любом случае цель была достигнута, потому что вам сделали больно. Вам сделали больно. И после этого момента, да, вы как будто бы перестали доверять. Что за страх здесь? Не знаю, страх какого-то выбора. Здесь вот ощущение того, что действительно было какое-то доверие. И оно было разрушено. И теперь человек не может выбрать по причине того, что боится заново ошибиться. Так, вот такой опыт. А что он вам дал? Либо дает сейчас. Что он вам дает сейчас? Новое какое-то начинание, да, и вот десятка жеслов. Что он дает? Что он дает? Ну, заново как будто бы поверить. Трудно, очень трудно, очень сложно. Заново быть открытым, как ребенок. И здесь сложно сделать этот выбор. В чем сложность? Здесь ощущение, что для кого-то, не для всех, вот то, что вы подслушали, да, ну, это, я не могу сказать, что это вот прям предательство стопроцентное, но здесь было какое-то авторитетное лицо. То есть то, что вы услышали, либо вам передали, такое тоже может быть, от какого-то человека, который был для вас важный, значимый. А теперь здесь появился страх выбора. Да, какая-то неуверенность. Что еще дает вам этот опыт? Это разбитое сердце. Видите, здесь я думала, может быть, нам покажут какой-то позитив. Нет, негатив показывает, что вот этот опыт дает вам какой-то негативный момент. Непонимание. Какое-то, вы знаете, кризисное состояние и непонимание, то ли непонимание, почему с вами так поступили, да, то есть вроде бы вы как-то вот с открытой душой, да, относились либо к человеку, либо к ситуации, как-то вкладывались. А здесь почему-то, не знаю, то ли человек вас не выбрал, то ли... Вот как-то поступили не очень хорошо с вами, и вы не можете понять, либо вас не выбрали, и вы не можете понять, почему. Ну, то есть, вроде бы этому человеку был чисто визуально, да, с вашей точки зрения, было выгодно взаимодействие с вами, а здесь человек как будто бы что-то другое выбрал, и вам это разбило сердце, и вы не понимаете, то есть, почему он отказался от своего собственного будущего, возможно, с вами, но почему-то вы считали, что это будет счастливое, но, видимо, человек так не оценил, но у него была другая точка зрения. Плюс ко всему, здесь вопросы ответственности и лидерских каких-то качеств, да, то есть, брать на себя ответственность, умение решать задачи, то есть, брать инициативу, я имею в виду, здесь это вот прям поколебилось, не знаю, может быть, вы взяли какую-то ответственность на себя, и что-то пошло не так, ваша инициатива стала наказуемой, вот у вас как будто бы ноги подкосились, понимаете, это тоже как-то влияет. Ощущение, что вам дает этот опыт? Вот то, что вас лишают каким-то образом будущего. Ну, это объективно или субъективно? Я не могу понять. Объективно, субъективно. Ну, наверное, и то, и другое. Скорее всего, субъективно, поскольку здесь страхи есть, но объективно в контексте того, что заставляет все равно двигаться, двигаться вперед, оставлять то, что для вас было ценно, значимо, может быть, как-то болезненно, болезненно было оставлять. Ладно, на что влияет ваш этот жизненный опыт? На королеву Пендакли. На что влияет? Знаете, здесь как будто бы вы получили какой-то урок по поводу именно помощи, по поводу какой-то доброты. И теперь опять-таки двойка мечей говорит о том, что опыт влияет на то, что вы внутри себя не можете никак примириться, не можете определиться. влияет на преданность. Королева Пендакли говорит у нас еще и о преданности, которая не способствует вам дальнейшему движению. Видите, дьявол, вы зависаете. Зависаете не в прошлом, вы боитесь будущего. Что вы боитесь конкретно? Эмоции, эмоции. Вы боитесь, что в будущем повторится ваше прошлое. не знаю, какая-то ссора, какой-то конфликт. Возможно разрушится вот вы создали сейчас для себя такую иллюзорную позицию, что мне все хорошо, я получаю удовольствие от жизни, я на коне. Но это какая-то ширма, не знаю. Это какой-то защитный механизм. А как на самом деле? На самом деле вы просто не двигаетесь, но вам важно как-то объяснить вот это ваше бездействие и вы объясняете это тем, что я сейчас получаю удовольствие, у меня все хорошо, у меня все ок, я на коне, в любой момент, когда захочу, смогу пойти, но по факту получается, что вы не движетесь вперед. То есть этот опыт он мешает вам в движении вперед. Ну вот так. Так, это хочу перекрыть над солнышком давайте. Это была вторая позиция. Вот. и мы приступаем к позиции номер три. Зелененькому камешку троечки. Какой здесь у вас был опыт? Опыт детства какой-то такой очень яркий. Что в этом детстве было? опыт построения чего-то. Вот я не могу понять, это построение каких-то взаимодействий с другими детьми. Что это за опыт? Какой-то новый. Но он как будто бы, знаете, не получился. поэтому я и смотрю, ну-ка, я еще уточню. Ясное дело, что он остался позади. Ну, вот как будто бы, какой-то не совсем удачный опыт нового начинания. И это может касаться чего угодно. Почему был неудачный? Не знаю, потому что может быть либо знаний вам не хватило, либо произошло какое-то обесценивание. но это вот как будто бы очень сильно кольнуло по вашему самолюбию детскому. Это вот как-то вас закрыло. Закрыло я имею ввиду, вы закрылись от других детей, вот как-то вот от внешнего мира. Может быть это где-то подростковый период? По-моему лет до 12 что-ли. 9 11 12 как-то так мне показывают. Как будто вы начали что-то как-то себя проявлять, знаете, вот как-то проявили свою какую-то инициативу в чем-то и получили какой-то негативный урок. Не знаю, это может быть например в школе, да, взяли на себя инициативу провести там какой-то праздник, либо дискотеку, либо ну я не знаю что было там раньше в школах, что проводили. Может быть какой-то постановочный какие-то концерты, выступления, вот что-то было такое например, да, и вы взяли на себя ответственность и здесь даже не в ответственности а в инициативе дело, то есть вы проявили какую-то инициативу, то ли вам отказали, то ли все прошло не так как вы хотели, вот как-то провально и у вас остался негативный опыт неудач, вот неудач в вашем деле, вот вы были уверены, а вас здесь как будто бы обломали. не знаю, вы как будто не смогли дать отпор, объяснить, как-то рассказать, может быть сильно как-то расстроились и из-за этого вам не знаю, не смогли рассказать, то есть вы не смогли отстоять себя, вы не смогли объяснить нормально, что произошло, почему что-то пошло не так, то есть вы как будто бы убежали, понимаете, убежали и закрылись, закрылись в себе я имею ввиду. Хорошо, что вам вот этот опыт дает сейчас? Дает то, что вы стали, знаете, не хочу сказать, что травма здесь была, ну вот видимо какой-то такой след оставила, что вы стали воинственными, бескомпромиссными, то есть может быть здесь такое, что знаете, вот с кем-то сообща что-то должны были сделать, да, а вот как будто бы ответственность на вас свалилась, и вы теперь как-то, я не знаю, очень жесткие, жесткие, здесь колючие какие-то такие, да, то есть вы становитесь бескомпромиссными сейчас, вот эта ситуация, да, то есть вы как будто бы окреплен, но вот боль от воспоминаний этих, она не ушла, и она вот вызывает какую-то такую, знаете, агрессию, здесь не обида, здесь какая-то агрессия идет, воинственность, то есть вы когда уже идете на переговоры, либо с кем-то надо договориться, либо что делать, вы уже воинственно настроены, например, хотите сделать ремонт, и вам нужно позвать мастеров, вы уже как-то вот негативно настроены на них, на то, что вот их надо, наверное, подгонять, там они не будут контролировать их надо, они не будут правильно делать, выполнять свою работу, они будут там как-то сычковать, вот что-то такое, негативно настроены, то есть этот опыт, да, то есть вы изначально уже готовы на борьбу, то есть что бы ни произошло, вы здесь будете отстаивать, вот надо, надо отстаивать, либо если это какие-то новые люди, всегда будут какие-то притирки, то есть, не знаю, какая-нибудь такая модель, что все пройдет хорошо и ровно и гладко, у вас нету, то есть надо вот бороться, вот здесь вот борьба все время выходит, что еще вам дает этот прошлый жизненный опыт, возможности, шанс совершить эту ситуацию, пересмотреть, переписать ее, увидеть причины, следственные связи, переоценить, уже из позиции взрослого человека, понять, вот так ли было, как вы, как ребенок, тогда это воспринимали, то есть абстрагироваться от этой ситуации, дистанцироваться и из позиции наблюдателя проанализировать ее и посмотреть, может быть, ваше детское восприятие чувствительное, оно как-то по-другому вам нарисовало картинку, вот здесь вот возможность пересмотра продается, на что влияет, на что влияет этот прошлый опыт, ну, на вас влияет, на вас и на вашу коммуникацию, вот вы стали очень чувствительны к справедливости, вот из-за этого вы стали очень чувствительны, что значит чувствительны, то есть если бы не было этого опыта, возможно, вы бы где-то были более снисходительны, на что-то может быть закрывали глаза, а здесь вот нет, вот здесь вот прям все должно быть правильно, верно, чтобы не дай бог кто-то опять не прожил тот опыт, который прожили вы, здесь может быть еще, знаете, вот какая-то такая оберегательная что ли позиция, что я хочу защитить других, чтобы они не прошли тот опыт, который пошла я, но по сути здесь идет вот как будто бы компенсация, то есть меня в тот момент никто не защитил, никто не поддержал, поэтому я выбираю такую позицию защитника, чтобы вот и другим детям, например, не было так больно, как и мне, то есть вот во всем видите вот свою какую-то вот эту вот травму, еще на что влияет на движение вперед, каким образом, но вы медлите, вы не останавливаетесь, да, вы медлите, вы медлите, скорее всего, знаете, вот уже в контексте того, чтобы взять инициативу, вы уже сто раз подумаете, ну, я уже сказала, да, на коммуникацию, поэтому смысла нету дальше, дополнять, потому что шестерка педаклей говорит о том, как вы взаимодействуете с другими людьми, и плюс ко всему, то, кому вы помогаете, то есть вот те люди, которым вы помогаете, да, можете обратить внимание, они чем-то похожи, в кавычках похожи, да, может быть, каким-то качеством, может быть, ассоциативно напоминают вас саму либо самого вот в тот период, когда вы в детстве проживали вот эту травму, то есть есть какие-то сходства, это вот ваша проекция, и вы защищаете всегда людей, которые чем-то похожи на вас тогда, в детстве, на что еще влияет, ну, на то, что вот вы закрываетесь, причем, закрываете как будто бы от больших денег, от заработка больших денег, почему? Ну, вот вопрос здесь ответственности, да, тогда это была инициатива, здесь ответственность, либо неумение договариваться в коммуникации, потому что император, он не договаривается, император отдает указания, а подчиненные должны выполнять, то есть я говорю, ты делаешь, это не на равных, а вы хотите, чтобы это было на равных пожезлов, королева жезлов, уин-уин, а здесь получается так, что это влияет на то, что вы становитесь может быть слишком требовательны, иногда может быть деспотичны, если это касается профессиональной сферы, здесь все идет речь про профессиональную сферу и социальную, это не про личную жизнь, это вот работа и социум, еще на что влияет, ну вы разочаровываетесь, разочаровываетесь, все время в каких-то своих выборах, ну вот здесь не проработан, то есть вот этот вот момент, понимаете, как его нужно проработать, вот Ерафан, это не, здесь путем пересмотра, но не с вашей детской позиции, вот как вы себя чувствовали, да, и начать себя жалеть, вот я бедный несчастный, мне тогда никто не помог и так далее, нет, а здесь надо как будто бы объективно посмотреть на эту ситуацию с позиции всех участников, которые были задействованы в этой ситуации, то есть а какие у них были мотивы, а что они думали, ну вот предположительно войти в каждого человека, каждого из участников и посмотреть его глазами на эту ситуацию, и вы увидите с разных позиций эту ситуацию, и вот эта вот возможность моделирования и воспроизведения перепроживания той ситуации, оно вам поможет как-то по-другому посмотреть на нее, если вы по-другому сможете, если у вас получится посмотреть на эту ситуацию, по-другому, не так, как вы видите, я вот жертва обстоятельств в данном случае, меня никто не защитил, мне никто не помог, и вот как-то близко к сердцу вы этот провал приняли, а вы посмотрите, а может быть это только в вашей голове было, вообще другие участники, может быть, вообще никак не обратили внимания, а вы зря как будто бы переживали, то есть вам показалось, там, я не знаю, что это вот как-то стыдно, да, и все надо мной смеются, а может случиться так, что через минуту, да, даже если это был какой-то вот ваш в кавычках стыд, позор, через минуту его все забыли, и поэтому уже даже никто и не вспоминал, а вы вот в себе тащите это, и вот вот этот вот пересмотр вот в такой, не с вашей позиции, а с других участников и себя со стороны, такой достаточно объективный, многогранный, поможет вам что-то здесь увидеть, и вот что новое вы в этом увидите, это поспособствует вашему переосознанию, вот так вот вы сможете это проработать, то есть здесь не надо какая-то там терапия, либо еще что-то, нет, здесь вот такой пересмотр, должен быть. Так, это была у нас с вами третья позиция, я благодарю всех вас за внимание, жду на выходные на близконсультации, пишите свои комментарии, рада буду с вами пообщаться, всех читаю, не всем отвечаю, но всех обязательно читаю, не просто ставлю там галочку, что я просмотрела, а именно читаю, не всем хочу отвечать, объясню, может быть кому-то интересно, кто-то задумается, почему не отвечаю, дело в том, что очень часто бывает так, что в переписке, поскольку нету эмоций, и слова могут искажаться мои, поэтому я стараюсь воздерживаться от каких-либо комментариев, таких вот, знаете, как ответ, более раскрытых, чтобы избежать недопонимания, потому что часто сталкиваюсь с этим, и мне неприятно, вот, не то, что там кто-то меня обижает, ни в коем случае нет, нет, я не про это говорю, а просто из-за того, что у меня нет возможности голосом объяснять, да, может быть, кто-то понимает не совсем так, как я преподношу информацию, вот, может быть, там у меня какое-нибудь там косноязычие, неправильно выражаю свои мысли, не знаю, в общем, я стараюсь избегать острых углов, вот и все, но обязательно читаю, изредка уже, изредка, но отвечаю, вот, прощаюсь с вами, всем отличных, приятных выходных, увидимся в понедельник, всем пока-пока,